Чистая своя матери, святых славных всех хвальных апостолов, преподобных и богоносных отец наших, души от нас усопших, вождей и воинов, в Афганистане убиенных, Сергия Юрия Вячеслава. В храме Михаила Архангела сегодня молились поименно за каждого сочинского воина, не вернувшегося в родной дом. Они были молоды, полны сил и энергии, подчас сами просились в горячую точку, так велик был патриотический настрой. Вспоминали сегодня погибших солдат и офицеров и на митинге, который, несмотря на ненастную погоду, состоялся у памятника воинам-афганцам в Комсомольском сквере. Мы всегда должны помнить тех, кто ценой своей жизни выполнил интернациональный долг и сегодня дал возможность всем нам считать себя гражданами настоящей державы. Гражданами, где у каждого человека прежде всего в душе понятие Родина, которую необходимо защитить. И они защищали Родину, не боясь пулю душманов и совершая подвиги, сродни подвигам своих дедов в Великую Отечественную. Более миллиона советских солдат и офицеров и служащих прошли через горнила Афганистана. И наши соотечественники выполняли свой воинский долг не только в Афганистане, но еще во многих странах, где надо было защищать интересы Отечества. И сегодня, конечно, для нас знаменательная дата. Вы видите, что погодные условия не влияют на то, что люди пришли отдать память и долг своим боевым товарищам, которые пали на афганской войне. Здесь, в памятную дату, к памятнику «Афганский узел» всегда приходит много молодежи. Это студенты, школьники, воспитанники военно-патриотических клубов. На них с трепетом смотрят матери воинов-интернационалистов. Горе их сплотило еще в 1982 году Раису Васильевну Лобинскую и Инну Ильиничну Лазареву. Потому что это память о наших детях, которых уже давно с нами нет. Они все равно продолжают жить и в наших сердцах, и в сердцах теперь молодежи. Дети должны знать о своих героях, которые погибли, пусть в другой стране, но защищая все-таки свой Советский Союз. Сегодня отмечается 28-я годовщина вывода советских войск из Республики Афганистан. Тогда казалось, что афганская война завершилась, но сам конфликт с радикальным исламизмом начался еще до 79-го года и продолжается по сей день. Теперь самая опасная горячая точка – Сирия. Грина Овсецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.